Приехала я в пятницу сейчас с работы на дачу, и тут на всю неделю, так понимаю, зарядит сейчас дождь, с переменным успехом, но я кое-что успела сделать, я схватила свои кабачки, и вон у меня там грядка, вон у меня тут кабачки с тыквами, здесь вот у меня раз, два, три я посадила, но напихала сюда много, потому что какой выживет, какой нет, а это тыквы все посадила в навоз, под навозом там глина, но сверху навоз, хороший слой, прямо навоз посадила, и вот здесь кабачки, эти у меня проросли, слава богу, сегодня пришла глядь, и вот пока нет солнца, пока дождь, думаю, это самое то, схватила и давай сажать, потому что потом, при солнце, ничего не растет, а вот сейчас такую погоду попрет, особенно вот эта трава, ну вот, в общем, я радостная, что я высидела, но, конечно, теперь там ничего не поделаешь, я там, у меня были еще планы, но, с другой стороны, буду сейчас вот заниматься помидорами, ну, поэтому подумала, ну и ладно, хорошо, дождь, это хорошо, я вчера медным купоросом все обработала, поэтому пусть льет, а я, что я, а я займусь тем, что, тем более, что, может, температура сейчас немножечко спадет, и прекратят у меня осыпаться в конце-то концов мои цветочки, тут дело в том, что при этом болячке, чем больше температура, тем он прогрессирует, 25-30 градусов, для него самое то, еще, если сейчас и дождик будет, вообще классно, поэтому, если сейчас температура упадет, то нормально, в конце лета, кстати, он отступает, и у меня тут такое буйство, помидор, листья начинают, цветы, прям, ну, прям, даже не скажешь, что больные, я в том году, у меня загибалась Примадонна и поцелуй, вот загибались все, одни царьбалки остались, то есть они очень плохо с колдосприозом, кстати, я когда смотрела, когда покупала у мужчину одного на канале, он говорит, слушайте, покупалка хорошо, устойчивая, оказалось вообще плохо к колдосприозу, устойчив был, вообще, говорит, вообще неустойчив, но я купила, думаю, ну, колдосприоз-то разный, у меня вот свой, у кого-то свой, ну, и купила, оказался мужчина прав, видите, отсыхают, отсыхают, засыхают, и все, ну, оказался он прав, он у меня покраснело там пару штучек, и остались одни царьбалки, то есть стволы, все, вот больше ничего, голые палки, я думала, и даже один, по-моему, выкинула, думаю, остальные, а потом, что я буду выкидывать, так же и перцы, несколько штук выкинула, а остальные, думаю, ну, что выкидывать, пусть стоят, мне царьбалки мешают, что вы думаете, где-то в конце августа, в начале сентября, как у меня все поперло, перцы мне дали такой урожай, я его еще и замораживала там, и сушила, дозревали они у меня на окне, то есть из того, что я не выкинула, один из этих царьбалок, прям в конце лета поперли листья, цветы, плоды, ну, короче, что-то с чем-то, растения думают, о, ё-моё, мы же еще ничего, мы же еще можем, помогем, как говорится, ну, и вот таким образом, я теперь поняла, что ничего не надо выбрасывать, надо подождать, и в конце лета еще, может, получишь неплохой урожай с того, что, с того, что будет, ну, вот так вот, поэтому все это, вот сейчас, что я, я хочу подкрутить, воды сейчас многовато им, потому что, ну, тут у нас, пока шел регулирующий процесс, переставить вот эти вот капельницы, потому что, если посмотреть, например, вот сюда, вот здесь сухо, а вот здесь мокро, вот видите, там мокро, тут сухо, поэтому все капельницы надо переставить в новое место, и таким образом немножечко пролить, и все, чтобы везде было, не было пересыханий, не было сухой земли, чтобы растения всегда получали вовремя все, что им нужно, не ждали, пока их польют, я обычно, ну, в течение дня на 2-3 минуты включаю несколько раз, но главный полив это утром, утром самый главный полив, вечером и днем по несколько минут, ну, сейчас я переставлю капельницу, уже сделаю этот вечерний полив, скорее всего, дня через два, перерыв, день-два отдыха, день-два отдыха, ну, либо поставлю на пару минут, буквально одну-две минутки, буду смотреть, пока я в эти выходные здесь, я буду смотреть, как лучше, ну, вот так вот, ну, сейчас дождь, можно ее вообще уменьшить, совсем чуть-чуть дать, так они сильно, я думаю, не будут пересыхать, ну, ладно, буду подвязывать, буду менять капельницы, ну, что, капельницы я всем поменяла, завтра утром польются и уже на других местах, сейчас подвяжу, пасынки уберу, если они есть, и, в общем-то, здесь у меня и все, подкармливать я никого не буду, обрабатывать тоже, бедненькие, несчастненькие, страдалицы, что я только не попробовала за эти годы, и с каждой раз надеждой, что, ну, все, теперь у меня не будет, ну, начнем с того, что я, естественно, триходерма, фитоспорин, вот это все, да, обрабатывала, сначала, когда это все заболело, ну, не помогло, но, наверное, думаю, на следующий год я для профилактики как-то дам всем этим еще до того, как это все начнется, и у меня ничего такого не будет, ну, я так и сделала, когда у меня все было хорошо, я развела фитоспорин, живой, кстати, бактерии, обработала, на следующий день пришла, и офигела, все было черным, все, ну, ладно, думаю, если бы это были бактерии, которые там потом защищали бы, нет, листья стали вот точно так же вот отмирать, желтеть, то есть эта фигня спровоцировала, что ли, я не знаю, что это было, я не знаю, больше фитоспорином я не пользовалась, пользовалась, я так подрастроилась, что, ну, представляете, у вас хорошие были растения, вот такие вот, да, цветущие, такие хорошие, а на сегодня вы приходите, они у вас все, то есть вот такие вот, вот такие, ну, конечно, ничего хорошего, ну, то есть я поняла, что это мне не помогло, ну, потом я, что еще пробовала, ну, естественно, совет изолировать почву от мульчой какой-нибудь, я и траву пробовала, ну, свежую мульчу из травы, я и там, чем только не мульчировала, в общем, в итоге, когда построили мы новый парник, ну, естественно, новый парник, новое место, новая земля, грунт, то есть куча навоза в этих грядках, ну, сантиметров, я не знаю, сколько было навоза, только сначала на низ положили, а потом уже только грунт клали, несколько лет, то есть тут листья у меня были, ого-го, какие, и помидоры были, ого-го, какие, то есть жировали они у меня и перли, а какие листья были на огурцах, это что-то с чем-то, огурцов, правда, не было, а листья были большие, то есть и навоз, и хорош, ну, и почву мы сюда, и торф мы сюда завезли, у меня здесь очень хорошая почва, не то, что в огороде там глина одна, нет, здесь хорошая почва, рыхлая, хорошенькая, и гомаиром я в том году на полторы тысячи одного гомаира разложила, и весной разложила, и, кстати, показывала, когда грядку готовила в том парнике, показывала, как весной у меня эта триходерма, эта разрослась прям по почве, по золе, все это я перекопала, сейчас в перцах, оно у меня там сейчас все есть, только перцы тоже заболели, я это уже вижу, что перцы у меня заболели, никакая триходерма им в почве не помогает, ну, и что, что еще я пробовала? Господи, ну, сказала, почву меняла, улучшала, бактериями, а, дрожжи поливала, вот у меня банк стоит, вот, для любителей дрожжей, все это я делала, дрожжи разводила, поливала, так сказать, разводила полезные грибы, ну, естественно, йод, йод, да, йодное, там эти опрыскивания с этими салфеточками, с йодом, ну, это все, это вообще, конечно, смешно, потому что от этого всего у меня, он отлично растет, вот, рос, рос, я больше этим не занимаюсь, то есть, я такая злая была на все вот эти, наверное, если у вас нет этих болячек, у вас здоровые растения, все эти средства замечательно будут работать, потому что у вас ничего нет, нет больного, у вас все здоровое, ну, это все равно, что здоровую руку помазать йодом, естественно, там ничего плохого от этого не будет, ну, а если все болеет в тяжелой форме, то никакой йод не поможет уже, там надо, я извиняюсь вам, применять уже какие-нибудь гормональные препараты и так далее, в общем и целом парник меняла, землю меняла, почву улучшала, снабжала, чем только можно и нельзя, мульчировала, и вот эта мульча дорогая была куплена с целью, как раз таки, дистанцировать почву от растений, не помогло, ну, естественно, и вот даже проветривание не помогает, что еще, ну, еще что-то тут можно сказать, что самое главное не помогает, из тех советов, что мне дают, проливание, а, ну да, конечно, я же все проливала, осенью я мою этот парник с хлоркой два раза, сначала мою хлоркой, потом мою хлоркой, потом промываю все это водой, потом вытираю все это чистой тряпочкой, не помогает, керхером моем, как вы видите, не помогает, что еще, сейчас скажу, подождите, почву, почву пролить горячей водой, с марганцовкой, не помогает, почву пролить медным купоросом, ну, увы, ах, не помогает, потому что, в принципе, ну, что тут, столько ты не нальешь медного купороса, ты отравишь землю, к чертове матери, если один медный купорос в ней будет, потом, что еще, весной, весной то же самое, пролить кипятком почву, проливаю, потому что я сажаю в апреле, мне надо, чтобы грядка была теплая, поэтому, естественно, я проливаю, ну, и ультрафиолет, естественно, оно у меня тут стоит все специально не накрытое, все это светит солнышком, чтобы убивать, не помогает, ничего не помогает, абсолютно ничего не помогает, ну, и что остается? остается попробовать то, что советуется в статьях во всех от этой болячки, во-первых, купить сорта, которые менее подвержены этой заразе, во-вторых, чем позже вы сажаете, тем больше шансов у вас получить никакого урожая, проверено, поэтому сажаю раньше, абсолютно точно сажать, сажаю раньше, проверено на себе, урожай получаю. Третье. Медный купорос. Да, тут я, согласна, можно было чуть-чуть пораньше, как только вот видела признаки сразу перехватить, но, ну, тормозила, времени не было, все таскала с геотекстилем, делала грядки, короче, не до этого было, упустила чуть-чуть момент, да, поэтому очень много сейчас теряю, прям вот обидно, конечно. В том году я все вовремя сделала, у меня в том году был хороший очень урожай, поэтому... Ну, ничего, у меня есть вот эта грядка, у меня есть еще 6 или 8 штучек в том парнике, поэтому нормально. Что я еще сделала сейчас? Сейчас я сделала, у меня есть самые больные такие растения, которые я вижу, что они очень больные, им тяжко, с самого начала было, видите, насколько им тяжко, то есть совсем тяжко, так тяжко, что вот дошла болячка уже где-то, наверное, вот до сюда, до этого яруса, даже, может, повыше. И что я сделала? Я принесла сюда, у меня там был мускосил, и мульча лежала несколько недель, и в ней уже зародилась очень хорошая синая палочка, прям такая стабильная. И что я сделала? Ну, прям вот трясешь ее, она прям развивается, да? Я выложила ее сюда, прям слоем, вот видите слой? Вот она, синая палочка, вот она, кто видит, прям такая хорошая, вот она тут у меня, замечательная прям такая. Я ее выложила, разложила. Будем смотреть, как действует она на все это дело. Еще я хотела положить солому, но пока я этого не делаю, потому что соломой я положила те помидоры, и посмотрим, как они будут, заразятся ли они, ну, вот этим кодосприозом, либо черная пятнистая, кому как нравится. Потому что, еще раз говорю, для меня, неважно какая, серая, бурая, черная, я это называю кодосприозом, одним словом. Какая-то бактерия, которая вызывает те или иные последствия, убираются они все одинаково, по одной схеме. То есть, и я ее, что, там разложила сено, и буду смотреть, буду наблюдать, как они будут себя чувствовать. Ну, я их только высадила. Они были очень маленькие, мизерные. Сейчас они там у меня растут. Сейчас покажу. Хоть и дождь, но я дойду. Видите, закрыла ягодки. Вот видите, медом купоросом я тут все обработала, потому что, ну вот, я вижу, что вот это и есть вот это вот кодосприоз. То есть, вот это болезнь, черное появление черных пятнышек. Вот смотрите, видите, появляется сначала вот такая сеточка. Вот такая вот. Потом появляются вот такие вот черные пятнышки, потом они увеличиваются, и получим мы не очень хорошую картину. Но в отличие от помидор, перцы я перехватила, я их обработала, ну, практически вот сразу, как только они появились здесь. Эти товарищи не выкидываю. Ну, не выкидываю, ну, пусть, может быть, еще что-то поборются за жизнью. Там корешочки-то появляются. Сейчас я вам покажу. Ой, мне уже тоже хочется жить. Сейчас я вам покажу. Корешочки. Вон, видите, решочки. Пусть, пусть укореняются, пусть, возможно, у них проснется второе дыхание. Вот здесь я замульчировала, эту мульчу все убрала, замульчировала травой. Посмотрю, пока ничего вообще, никакой жизни у них нет. Вот этот вообще родничок сажала хорошим. Посмотрите, что с ним стало. Я не знаю, что там с ним такое могло произойти, что его так скукожило. Здесь сидят тоже у меня. И на таким не сходит ничего. Огурец, чтобы сходил так долго, я не знаю. Хочется, я не знаю, скорее всего, вот это пространство я уберу, эту кокосовую мульчу, из этой грядки уберу и траву вот так же замульчирую, как здесь. Но единственное, что я жду, когда огурцы прорастут, а они не прорастают. Я уж не знаю, что им надо. Что это за семена такие, что они вообще не растут. В том году я так же мучилась с этими же семенами. В этом году то же самое история. Вон, видите, только-только начинается, пролазиваются семечки. Только-только. я тут было что-то, нигде не вижу. Куда дели? очень долго. Герман, блин, на третий день, а эти все лезут и лезут неделями. Ну ладно, я пришла к помидоркам. Помидорки я высадила не так давно, я еще только один раз с высадки их полила. Совсем недавно высадила. Я не знаю, ну это вторая неделя, две недели. Я не особо за ними не хожу. Заложила я их вот так соломой и пусть себе сидят. Эксперимент. Не, ну я их подкармливала, конечно, по листу, когда брызгала, все их брызгала, в том числе и медным купоросом, и калием, все как положено. Это все им достается. Просто под корень ничего не добавляю. Почему не добавляю? Потому что здесь навоза выше крыши конского. Мы в этом году купили навоз, но купили уже, когда у меня тот парник весь сидел. Огурцы здесь все сидели. Ну а вот эту грядку и вот эту грядку я сделала с навозом. Успела. Лучок такой мелкий, потому что очень мелкий материал. Ну, изначально мелкий, то есть совсем мелкий. Самая-самая вот мелочь. Перец даже не хочу ничего говорить. Ничего с ним делать не буду. Как есть, так и есть. Даже внимания обращать не буду. Мне главное, чтобы огурцы хоть немножко были. Что-то вообще с огурцами, как в том году, швах. Но в том году у меня здесь была грядка с мучой, полностью наполненная травой. под верх. Я в траву и посадила столько огурцов каждый день бедрами. Маленькие, мизинчиковые, прям вообще, ну, круто. в этом году все просело, все это перегнило. То ли здесь что-то не усваивается, надо добавлять. То ли что. Я пока не разобралась, пока думаю. Думаю, смотрю, экспериментирую. Я уже сюда и кальций вносила. Думаю, ну, может быть, кальция мало. Не знаю, пока не могу понять. Ну, что-то не усваивается, что-то блокируется, какие-то, видно, вот эти соли там чему-то не дают усваиваться и растение вот не развивается, мне кажется. Ну, а помидорки, помидорки ничего. Вот видите, как вы видите, все нормально. Ну, ладно, это мульчи, а это обычная грядка была. Почему этот-то не растет? Ума не привожу. Ладно, я даже не хочу думать особо про это все. Надеюсь, что все-таки вот на этой грядке я хоть получу огурцы, если взойдут все. Ну, а с этой будем экспериментировать. Перцы? Перцы будут? Значит, будут, не будут такого? Не будут. Тот год показал, что это как бы не критично. В конце осени будут. Побежала обратно. Ой, чуть не завалилось. Надо закрывать, чтобы с одной стороны какой-то, потому что здесь вот воды нет, значит, с той стороны закрыть, что ли, потому что здесь льет. Больно влажно. Заливает. Да, здесь заливает, а это неуютно мне так прям совсем. Ну, одна из теорий была, что тут влажно в парнике. Эта влага способствует распространению грибка. Ну, положили даже плитку. То есть, ну, совсем от земли отказаться, вот напрочь, чтобы земли было по-миниму. Влажность здесь идеальная. Ночью, вот я говорю, я гидрометр приносила, мерила 70%, очень хорошо. 60-70%. Днем, правда, маловато. Ну, ничего, они не помрут, в принципе. Но, зато вечером хорошо. Влажности лишней нет. То есть, все, что от меня зависело, я делала. но, к сожалению, заражен, заражен не только этот парник. Видно, заражена вся земля, все в округе. Возможно, это от соседей пришло, возможно, это же, ну, как бы, не только от нас зависит, это, к нам-то это как-то пришло, а то же не просто так взяло и появилось. Пришло, появилось и началось, и не уходит. Вот. Вот. Дождик начался, теперь все пойдет расти. Вот как не поливай, так и не растет, когда при дождике. Тем более, передает теплую погоду, 26-27 градусов, но дождики. Ну, ладно, буду работать дальше.